Здравствуйте, дорогие казачата, участники Союза Казачьей Молодежи Кубани. Я Рашидов Денис Олегович, руководитель Абинского муниципального отделения Союза Казачьей Молодежи Кубани. В это время, когда у вас проходит дистанционное обучение и возможно еще длится карантин, мы совместно с Союзом Казачьей Молодежи, с руководством, решили записать для вас видео уроки по флантировке. Прежде всего нужна разминка, чтобы вы не получили травмы. Для начала разминается кисть. Круговые движения вперед, 10 повторений, назад, 10 повторений, и в левой руке тоже самое, вперед и назад. Это делается для разминки. Следующее упражнение разминки вы делаете от плеча, от левого, вправо. Таким образом, раз, два, три, и так 10 раз. Потом левую руку тоже самое, раз, два, три, ну повторяйте 10 раз. Потом делаете удар сверху вниз, получается от плеча, ноги по диагонали. Идем, раз, два, три, и так же 10 повторений. И левой рукой делаете то же самое. Одно из самых простых движений с базы, это восьмерка. Делается вот таким образом. Техника исполнения. Шашка держится вот таким вот образом. Залезли большие указатели пальцев. Что бы были более ампитудные движения. Средним безымянным движением с шашкой держится. Сюда идет лезвие вперед. Заводится за спину. За спиной. Делается разворот. То есть, кисточка пускается вместе с лезвью. И шашка выводится перед собой. И повторяет то же самое. Раз, два, три. Левой рукой делается то же самое. Лезвием вперед, хват, заходит. Рука разворачивается. И выводится перед собой. И повторяем. Не меньше 20 повторений на каждую сторону. Следующее движение называется из-под ножной засечи. Потому что удар наносится непосредственно из-под ноги. И выглядит он вот так. Выполняется это движение. Начинается от левой ноги. Поднимается шашка лезвие вперед по диагонали. В правой стороне. Потом делается перекрут. И уже идет снизу. От правой руки к левой руке. И здесь опять. Медленно выглядит вот так. Что бы легче вам было попробовать это сделать. Представьте, что перед вами стоит стол. И вам нужно затыщить его в форме карандаша. И вы для этого поднимаете его снизу. Очень частая ошибка, когда это движение начинают рубить вверх. Снизу, сверху, близки. Выглядит он вот так. Но правильное движение из-под ноги засечи выглядит таким образом. Вторая рука у вас либо на поясе, либо в свободе. Но никак не за спиной. Пробуем движение, которое называется колоком. Выглядит таким образом. Движение пришло из боевой танкировки. Принцип этого движения. Наносится удар. И перевернуться в защиту. И опять. Удар, защита. Удар, защита. Выполняется следующим образом. Шашка. Находясь в правой руке. Идет от правой ноги к левой. И делает оборот. Про диагонали к себе. То есть. Рисуете дубу. Поднимаете над собой. Над головой. И обратно. Получается замах. Удар. То же самое делается и левая рука. Только в музыкальном положении. То есть слева направо. Не забываем повторять каждые прижимы по 15-20 повторений на каждую сторону.